Здравствуйте! В студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». Для большей части людей на постсоветском пространстве дата 23 февраля связана с днём рождения советской, а теперь и российской армии. Для чеченцев и ингушей этот день уже 67 лет отзывается боли в душе каждого, кому довелось родиться на родной земле, а потом быть изданным. И для тех, кто появился на свет в далёкой от Кавказских гор Центральной Азии. В этот день, 23 февраля 1944 года, началась депортация чеченцев и ингушей, которая была названа операцией Чечевица. Полмиллиона людей были изданы из своих домов и посланы в чужие места по прихоти советского руководства. Чеченцы и ингуши были лишь частью населения Советской империи, которых кремлёвские руководители лишали родной земли, домов и могил предков. До этого переселяли советских корейцев, немцев, курдов, а потом крымских татар, калмыков, народы Северного Кавказа. Но для многих чеченцев та депортация не закончилась. Она продолжается до сих пор. За этой деревней главный Кавказский хребет и родина Хасима Мацуева – Чечня. В 1944 году, когда начался процесс депортации чеченцев, ему было 5 лет. Примерно столько, сколько сейчас его внуку. Нас, когда выселяли, никакого предупреждения не было. Внезапно солдаты зашли, окружили, поймали отца, увезли отдельно. Нас без матери мы были. Мать у нас умерла. Трое суток были на стадии. Потом подогнали товарняк и нагрузили на товарняк. Когда нас на товарняк грузили, русские язык, которые знали, сказали им, что вот эти 4 ребенка без отца, без матери, их отец отдельно увезенный. Где мы, не знаем. Вот тут один офицер проявил благородство, нашел нашего отца, привел к нам и на этот товарняк погрузил нашего отца вместе с нами. Массовая депортация началась в феврале 1944 года. Чеченцев обвинили в сотрудничестве с немцами и восстании против советской власти. Это послужило формальным поводом к наказанию целой нации. Восстание действительно было, но ранее, в 1940 году. Поводом послужили антирелигиозная кампания, которую проводили коммунисты, и разрушение мечетей. После нападения нацистской Германии у Кремля не было времени заняться чеченцами. Но уже в 1944 году Сталин решил окончательно решить чеченский вопрос. Во время депортации были расстреляны сотни мирных жителей. В ауле Хайбах, который полностью сожгли, погибли почти 700 человек. Депортированных везли в Казахстан по железной дороге. В вагонах была теснота, людей практически не кормили. Эта дорога для многих оказалась последней. Полтора месяца дороги были. За дороги, где мы в вагоне были, товарный вагон, в этом вагоне, там нары, на нарах спали. С нашего вагона, где мы были, потом отец мне говорил, я сам не вспомнил бы сколько, количество. 27 труп выбросили на ходу. Не хороняли, ничего не делали, просто выбрасывали. В 2001 году Хасим Амацуев во второй раз был вынужден покинуть родину. Все его шестеро сыновей воевали во время Чеченской войны против российских войск. Двое из них погибли. Самого Хаси собирались арестовать, поэтому ему пришлось покинуть Чечню. Вместе с детьми и внуками он переселился в Панкистское ущелье. Всегда мечтаем быть дома, поехать домой. Но не можем, потому что, я пример приведу. Здесь умерла моя жена. Труп провожав, поехала слуха моя, сына, вина сына. Ее не пустили туда. Вот тут последний вопрос. Если женщину не пустили, меня разве пустят? Если пустят, то поймают. Крокодилу в рост идти пока не может. Если всемогущий даст нам свободу в Чечне, тогда мы можем вернуться спокойно. А иначе, пока русские там командуют, пока войска там орудуются, мы вернуться не можем. После депортации чеченцев советская власть планировала переселить и кистинское население Панкистского ущелья. Кистинцы, родственный чеченцам Этнос, рассматривался сталинским режимом как ненадежный народ. Тогда Эски Дуишвили было 22 года. Он хорошо помнит, как сотрудники госбезопасности ходили по домам, проводили перепись населения и всех предупреждали о депортации. Они предупредили нас, что придут через 2-3 дня. Сказали собрать вещи и готовиться к переселению. Мы все собрали, забили скот. Прошло 3 дня, они пришли и сказали, что переселения не будет. Так было несколько раз. Мы все время жили в страхе, боялись, что нас переселят. Наконец нам сказали, что нас оставляют. Видимо, решение не переселять кистинцев было принято на самом высоком уровне. Тогдашнее руководство советской Грузии было против переселения кистинцев, так же, как и местное грузинское население. Кроме того, обвинить людей, которые жили с южной стороны Кавказского хребта, в сотрудничестве с немцами было сложно. Поэтому власть окончательно отказалась от этого плана. До сих пор неизвестно число жертв депортации чеченцев. По разным данным, в тот период погибли от 80 до 200 тысяч человек. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы говорим о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, и которая продолжается до сих пор после войн в Чечне. Я знакомлю вас с первым гостем, историком, профессором Гиви Гамбашидзе. Гиви, скажите, депортация чеченцев и ингушей в 1944 году и их обсуждение в обществе в советское время было занятием опасным. Сейчас, когда идет переосмысление этой истории, как относятся на Кавказе к тем событиям 67 лет назад? Нужно ответить, что то, что случилось в 1944 году, начинается от 23 февраля и до 9 марта чеченцев и ингушей, приблизительно 596 тысяч человек было, по другим данным, приблизительно 650 тысяч человек было депортировано из гор в Чеченскую ингушей. Это трагические дни и трагические годы для народов Чечни и Ингушетии и для всего Кавказа. Представляете себе, во время переселения первые дни погибло приблизительно 1200, немного больше людей. 180 эшелонов, каждый эшелон из 65 пульмановских вагонов. Для Скотта в общем-то они принадлежали. Я думаю, что это продолжение той политики, которую проводила Российская империя с 19 века. Вспомним Юрмолова, вспомним, к сожалению, для меня они прекрасные поэты, лично для меня Тютчев, Пушкин, Лермонтов, но у них это дается уже на уровне философии, на уровне той идеологии, которая была в основе этой страшной политики, значит, Кавказ без кавказцев, Грузия без грузин, даже вот в конце 50-х годов вот такое было направление у Никиты Сергеевича Хрущева. Так что это не новое, это все то, что было в 19-м веке и 20-м веке. В 41-й год я еще добавлю, с вашего позволения, веселяются из Грузии немцев, в 43-й год балкарцев, и потом в 44-й год, и к этому надо добавить еще трагедию наших грузинов, мусульман. Спасибо, Гиви, и представлю еще одного гостя, уроженец Чечни, руководитель организации беженцев из Чечни на территории Грузии Зеудин Идигов. Скажите, пожалуйста, Зеудин, что делают 23 февраля вы, ваша семья, ваши соседи, ваши родственники, те люди, которые бежали из Чечни и находятся здесь, в Грузии? В истории каждого народа есть свои трагические даты, трагические страницы. К сожалению, и в истории войнахских народов одно из трагических эпизодов является 23 февраля 1944 года. Эти трагические события, весь этот драматизм рассказывается поэме Абтиби Султанова в Хайбах. Сегодня это местечко в Галанчужском районе знает весь мир. Но, однако, это не единственный был населенный пункт, который происходили без чинства НКВД. Чеченские беженцы, находясь уже более 10 лет в Республике Грузия, каждый год отмечают эту дату, День памяти. В 1994 году указом первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохаром Дудаевым этот день был объявлен Днем Возрождения нации. И с тех пор эта дата отмечается чеченским народом. Скажите, Зеудин, многие люди, которые оказались за пределами Чечни, но те, кто оказался, например, в Грузии или в странах Европы, они защищены и живут в безопасности. Но есть очень много чеченцев, которые пострадали от первой и второй чеченских войн, и они защищают свои права. Как Вы полагаете, это нужно делать всегда, это нужно добиваться правды и защиты своих прав? Делают ли это Ваши соотечественники сейчас? С самого начала деятельности нашей организации мы основной целью ставили именно защиту прав беженцев, прав личности. И, безусловно, в этом направлении нам удалось многое достичь. Потому что Панкийское ущелье является очень политизированным регионом Грузии. Давление со стороны средств массовой информации, заявление о каких-то базах террористов в этом регионе, безусловно, влияло и оказывало сильное давление на беженцев. Спасибо, Зияудин. Официально чеченцы-ингуши, как и другие депортированные народы, были помилованы в 50-х годах 20-го века. Им позволили вернуться в свои родные места в обмен на лояльность советской власти. В 1994 году началась первая чеченская война, через пять лет вторая. Теперь уже российское руководство истребляло людей с помощью бомбардировщиков и танков. Сопротивляющихся убивали, выживших вынуждали уехать. Те же полмиллиона чеченцев сейчас живут вновь вне родной земли. Предлагаем еще раз вспомнить историю Ахмеда Гасиева, проживающего в Норвегии, о котором эксклюзивно рассказывала наша информационная служба. Правозащитник Ахмед Гасиев – жертва пыток и унижений российских солдат. Но в отличие от жертв депортации 1944 года, он смог добиться признания Европейским судом нарушения его фундаментальных прав. В октябре, в четверг, утром, в дом, где я проживал вместе со своей семьей, то есть отцом, братом, сестрами, заскочили же на рассвете, заскочили военные, в большом количестве, довольно-таки, около 30 человек, я так думаю. Меня забрали и доставили в расположение ОРБ-2. ОРБ-2 – это милицейское подразделение, которое подчиняется напрямую руководству Южного федерального округа. Похитители избили его, подвесили за руки и начали бить ногами по телу. Потом была применена пытка током. Затем Гасиева насильно уложили на мокрый пол, надели на него противогаз, который затруднял дыхание. А чтобы узнать, является ли он радикальным фундаменталистом, ему насильно вливали алкоголь и давали сигареты, одновременно угрожая убийством всей семьи. После того, как у меня спросили, какой о национальности, я ответил, что чеченец. Потом несколько раз этот вопрос повторялся. Последние два раза этот вопрос повторялся с такой издевкой. У меня это немного как бы разыло, я ответил, что я чеченец и горжусь тем, что я чеченец. После моих этих слов я начали избивать дубинками, прутами, ключами, ногами, руками. Все пошло в ход. После этого Гасиева отвезли к его родственнику, который работал в правоохранительных органах. Гасиев увидел, как его родственник передал какой-то непонятный предмет человеку, одетому в форму военнослужащего российской армии. Позже Гасиев узнал, что за его освобождение было заплачено 1500 долларов. Там были одни, ну, по крайней мере, говорили они без акцента на русском языке. Я их видеть не мог, потому что у меня на голове все это время был пакет, черный пакет. Меня одевали каждый день практически, одевали новый пакет, новый пакет. И потом, когда меня освобождали, оказалось, что у меня на голове не один пакет. А где-то штуки 4 или 5 или 6, ну, сколько-то. Даже сами российские милиционеры или их сотрудники удивлялись, как я после этого остался еще жив. После возвращения домой у Гасиева возникли серьезные проблемы со здоровьем. Обострилась тяжелая контузия, критически поднялось внутричерепное давление. Случился рецидивный вестибулярный кризис. Ему было трудно передвигаться, нарушился сон и начались сильные головные боли. Периодически он терял способность координации и память. Представленная им медицинская справка подтверждает состояние его здоровья. Меня захватили, как и всех остальных, тысяч других, да, тысячи и тысяч других, которых подвергали пыткам. По крайней мере, сами российские чиновники признают цифру в 7 тысяч человек, хотя я думаю, это заниженная цифра. Их гораздо больше. Поскольку российская власть в течение нескольких лет не смогла предоставить результаты следствия, суд расценил этот факт как нарушение статьи 3 Конвенции, унижающее достоинство обращения. Кроме того, российская власть, должным образом не отреагировав и не обеспечив необходимое расследование этого факта, нарушила также статью 13, право на эффективное средство правовой защиты. Кроме того, фактом похищения была нарушена статья 5, право на свободу и личную неприкосновенность. Вы смотрите программу «Территория демократии». Мы сегодня говорим о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Но депортация, которая по существу продолжается до сих пор для многих чеченцев. Но я хочу представить нового гостя. Это Кавказовед, журналист, общественный деятель Аслан Кадзоев. Аслан, скажите, академическая наука и историческая память, в общем-то, по-разному воспринимается в обществе. Но истина необходима людям. Как вы оцениваете знания о том, что произошло 67 лет назад? Насколько ответственны политики, общественные деятели и, в первую очередь, журналисты? Ну, конечно, к сожалению, тут надо отметить, что поведение и отношения и журналистов, и историков, и политиков не всегда стабильно однозначно. К сожалению, часто меняется в зависимости от политических каких-то конъюнктур. Не всегда бывает и правдивое освещение тех фактов, которые реально происходят и происходили даже в историческом прошлом. Но, к сожалению, перевес в нашей истории чаще всего получается в сторону необъективности. Скажите, пожалуйста, Аслан, почему вначале прозвучало слово помилование, потом реабилитация, но ни политики, ни кто из тех людей, которые отвечают за ситуацию на Сельном Кавказе, до сих пор публично не извинился? Потому что, на мой взгляд, людям предлагают компенсацию, которая, мне кажется, около 10 тысяч рублей, компенсацию за ту депортацию 44-го года, но люди ждут извинений. Тут я бы сказал так, что в начале 90-х годов, когда новая Россия как-то решила сбросить в себя имперскую оболочку, тогда политики, руководители России как бы извинились даже Советского Союза в конце, вот последний период Горбачева за то, что было, признали действительно депортацию, государство извинилось, приняло закон о реабилитации, реабилитации народа, но дальше уже как-то это дело затормозилось. И вы тут, почему помилование? Ну, видимо, империя все-таки, как-то, Советская империя как-то не преследовала своих целей, полная реабилитация этих народов, вот, и перед давлением международной общественности тогда были вынуждены принять такой акт помилования и восстановления этих автономий. Но, как вы тоже справедливо сказали, процесс реабилитации, он не завершен, и депортация, акт депортации, акт геноцида 1944 года фактически во многом до сих пор не завершен и продолжается не только в отношении чеченца, но и в отношении ингушей. — Аслан, скажите, пожалуйста, слово «геноцид» очень любят применять политики в первую очередь, очень плохо понимая под этим обозначением действительное событие. Но то, что произошло в 1944 году, это действительно был геноцид? — Ну, извините, если в результате этой акции погибло более половины населения, то как вы можете это... Я не думаю, что это гуманная акция была. Если погибло более половины населения. — Спасибо, Аслан. Я задам вам еще вопрос, но хочу задать вопрос Гиве. Объявление президентом Саакашвили идеей единого Кавказа, но не политически единого, потому что все-таки Кавказ разделен на российскую территорию и на три самостоятельные страны Южного Кавказа. Тем не менее, что для вас Единый Кавказ и какое место в этом Едином Кавказе занимают тогда депортированные народы? — То, что несколько месяцев назад президент Саакашвили, выступая в ООН, высказал эту миссию, это не ново. Это имеет под собой, значит, в историческом плане столетие. Такого било уже в истории кавказских народов. Я вспомню выступление моего учителя, известного археолога Георгия Александровича, в 1959 году в Махачкале на международной конференции он впервые определил эту общность, которая существовала в X-XIV веках, как конфедерация. Так что были в истории Кавказа, кавказских народов, тот период, достаточно долгий период, когда мы жили в едином пространстве, я имею в виду и государственное, и конфессиональное, а что значит духовность и в этих планах, мы сейчас едины, кавказские народы, они едины своим происхождением этлогенетическим. То, что за последние столетия было между нами, и до того, что было после тамурландевских нашествий, но особенно, значит, и в XIX веке, и в XX веке мы друг от друга отходили. В этом было виновата, может, в общем, так метафизически скажем, что в этом виновата развитие истории, или та действительная история, которая происходила в соотношении больших государств и в XIX веке, и в XX веке. Но что поделать, Олег Дорогой, это история, это наша жизнь. Сейчас надо строить новое, смотреть в будущее. Тот ресурс, который существует у кавказских народов, это обязательно должна подниматься на более высокий уровень. Спасибо, Гиви. И вопрос, Аслан, вам. Каким образом вот та история, которая произошла 67 лет назад, но которая так и не освоена ни политиками, ни общественными деятелями, и толком не рассказана журналистами, может быть использована для того, чтобы изменить ситуацию сейчас в населенном Кавказе, чтобы она не была такой взрывоопасной? Вы, опять же, на мой взгляд, правильно подметили о том, что действительно политиками, вот та история более полуэковой дальности политиками не освоена и не сделаны действительно соответствующие правильные выводы из прошлого. И эта вот история 67-летней давности, конечно, во многом и является как бы основой многих наших неурядиц, которые мы сегодня испытываем на Северном Кавказе и в кавказской политике российского государства. Без решения, без конкретного решения на основе российской конституции, на основе российских законов и всей правовой базы, которая на это еще существует в России, вполне достаточная, это снятие этой проблемы, я считаю, нереальным, и многие так считают, а все остальное это чисто политическая казуистика и чистое какие-то вот политическое лукавство. Думать о том, что все это можно по-другому как-то от этого избавиться и как-то увести народы от своих проблем, как бы они забудутся и как бы они снимутся сами по себе. Именно в основе лежит вот именно нерешенность последствий вот тех серьезных преступлений государства в отношении наших кавказских народов. Спасибо большое, Аслан. Гиви, последний вопрос к вам. Грузия уже предприняла несколько шагов. Это и открытие границы для жителей Северного Кавказа, это объявление, ну, такой более культурологической, я бы сказал, акции, как создание Единого Кавказа, объединение народов Северного Кавказа, восстановление прежних отношений и память истории, культура, искусство и так далее, и так далее. Что вы сейчас, вот, как человек, который способствовал созданию вот этого Единого Кавказа, этой организации, что вы сейчас готовитесь, к чему? Улик, дорогой, во-первых, мы предлагаем новую философию, философию общения, то, что с вакон веков существует между народами внутри себя, внутри общества и так далее, мы предлагаем современному миру новую философию в отношении Кавказа. Эта философия подразумевает, во-первых, смотреть в самих себя. Вот моя давнишняя мечта создать фильм о цивилизации, кавказской цивилизации, где мы покажем, во-первых, себе, а потом остальному миру, что за этот феномен, кавказская цивилизация. И вот наша организация, вы правильно отметили, во-первых, служит в культурологическом плане восстановления той памяти, которая породила вот эти многие тысячелетия, начиная, в общем-то, из каменного века, представляете, без каменного века все это происходило, между аборигенными народами и другими народами, которые после, значит, входили в историю Кавказа и заселяли Кавказ. Я думаю, что вот наша организация, фонд Кавказа, эту философию, она в течение уже третьего года, она реализует в разных проектах. Что за эти проекты? Это проекты по науке, по археологии, экономологии, фолклористике, мы проводим международные конференции, на которых как раз поднимаем эти пласты и с глубином земли, и с глубином истории. Это нужно каждому человеку и каждому обществу, и особенно в 21 веке, когда, значит, 21 век дает новые задачи в связи с глобализацией мира, которые, значит, носят себе и позитивно, и негативно. Спасибо большое. Спасибо большое, Гиви. Это был историк, профессор Гиви Гамбашидзе. Наш гость Аслан Кадзоев, Кавказовед, общественный деятель из Ингушетии. И у нас также был в гостях беженец из Чечни, руководитель организации беженцев из Чечни, Зеудин Идиков. История знает много примеров преследования и уничтожения народов. Иногда необходимую свободу заменяет временным материальным благополучием. Но историческая память и совесть подавить не получается. Это была программа «Территория демократии». До встречи на следующей неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин